Дорожные карты Дорожные карты Вот после этого стало понятно, что у Лукашенко больше совсем нет никаких вариантов для гибкости Для попытки дружить с Европой и одновременно с этим заигрывать с Соединенными Штатами и, конечно же, с Россией Что Путин единственный друг и Путин единственный человек, который может оказать Лукашенко помощь И он может им манипулировать В данном случае, как вы считаете, зачем Лукашенко приезжает и будет ли это самая совсем уж глубокая интеграция? Ну нет, скорее всего, никакой там единомоментной глубокой интеграции вообще, в принципе, не будет И не будет во время этой встречи Зачем приезжает? Ну, чтобы обсуждать текущие вопросы, как известно, после политического кризиса в Беларуси Который случился в августе, начался в августе 2022 года Такие встречи регулярные По-моему, это же пятая там за этот год Или за последний год, да Вот, и Ну, понятно, что обсуждается общая повестка двухсторонних отношений Конечно же, будут обсуждаться эти вопросы, связанные с интеграцией Но переговоры, очевидно, идут не очень просто Так как, ну, не очень понятны механизмы, по которым, скажем, эти проекты будут реализовываться Ну, скажем, там, в анализе газовой сферы, торговля идет, да За цены, за компенсацию налогового маневра Есть вопросы, связанные с границей И возможности, скажем, различных серых схем через Беларусь Ну, связанные, например, с реэкспортом санкционных товаров Есть вопросы, связанные с безопасностью, внешней политикой Ну, то есть, в общем-то, список достаточно большой Андрей, а как вот я все-таки понять не могу Лукашенко может торговаться с Владимиром Путиным Какие вообще у него есть козыри Но с учетом его положения, я еще раз повторю Он сейчас находится в абсолютном... Он находится в некоем тупике Владимир Путин единственный человек, который может и будет, очевидно, оказывать на него давление В зависимости от собственных нужд и интересов Как Лукашенко вообще маневрирует в данном случае? Ну, понятно, что здесь всегда есть пространство деманевра Потому что Путин дает на Лукашенко, чтобы с него что-то получить Если ты не будешь гнуть, а будешь сломать, то, соответственно, ничего можно будет не достигнуть Но, в общем-то, наверное, все упираются в то, от чего, собственно, Россия хочет То есть, ну, Россия, наверное, как бы первая основная цель Это как-то надолго оставить Беларусь в орбите своего влияния Я не думаю, что разговор идет о том, чтобы поглотить там Беларусь Но, чтобы вот... А почему не идет, Андрей, я вот хочу понять Почему не идет речь о том, чтобы поглотить Беларусь? Вот у нас уже есть союзное государство Больше влияния, я не знаю, как можно добиться Тогда что подразумевается под глубокой интеграцией, если не поглощение? Ну, я не считаю, что идет разговор об аннексии там, да, или об инкорпорации Потому что, ну, во-первых, это очень дорого Во-вторых, белорусское общество этого не хочет Это значит, надо его как-то будет переламливать И создавать себе кучу различных проблем Насколько я знаю, и российское общество Ну, там не в эйфории тогда Этой идеи, там около 50-58% людей это поддержит Но, опять же, вряд ли это вызовет вот такую эйфорию, как это было связано с Крымом То есть здесь плюсы небольшие Ну и большие риски введения новых санкций Нового обустрения отношений внутри самой Беларуси Так как такие действия могут привести к мобилизации тех людей, которые являются противниками Быть частью России Ну и сам Лукашенко, да, понятно, что он теряет власть тогда в таком случае Это тоже, в общем-то, неинтересно Для этого он, в общем-то, проводит сейчас репрессии внутри Беларуси Чтобы в итоге все это просто взять и отдать То есть здесь очень много, на самом деле, ограничений И просто так интеркорпорировать целое суверенное государство, ну, очень сложно Ну, а если подводить, как бы, некую черту И попробовать резюмировать, зачем, если коротко, вот в одном предложении Ответить на вопрос, зачем Александр Лукашенко летит к Владимиру Путину в этот раз? Ну, обсудить текущие вопросы Ему нужна помощь, да, финансовая помощь для стабилизации ситуации Ему нужна помощь на внешней политической арене В условиях санкций, чтобы Россия, ну, постоянно поддерживала в международных площадках Поддерживала в двухсторонних переговорах и так далее Поняла вас Россия, да, ну, Россия, со своей стороны, важно оставить Беларусь в облицовое влияние То есть постоянно создать какие-то институты Принимать какие-то, чтобы Беларусь принимала какие-то нормы Которые бы увеличивали ее зависимость от России Ну, например, введение там российского налогового законодательства Ну, например, предоставление возможности контролировать беларускую границу Или совместно контролировать беларускую границу Возможно размещение каких-то объектов военных на территории Беларуси Да, или как-то усиление этого военного сотрудничества Ну, вот через такие механизмы И вот в этом диапазоне где-то и ведутся там разговоры, переговоры Поняла вас Спасибо, спасибо вам большое Это Андрей Казакевич, директор Института политических исследований Политическая сфера Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя Спасибо, что смотрите нас на Ютубе Но Дождь это намного больше, чем наш Ютуб-канал У нас есть огромное количество контента Под подпиской на нашем сайте Открывайте для всех новости Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку Это дает нам возможность в прямом эфире абсолютно бесплатно И для всех транслировать новости И рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами Так дайте нам эту возможность Подпишитесь на Дождь tvrain.ru Слэш подписка И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!